Иоанн Креститель и Иисус Христос Евангелие от Матвея, 3 глава, с 11 по 17 стих «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. «И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сея глаз небес глаголющий, сеясь, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Размышления, часть первая. Крещение Духом Святым. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 11 по 12 стих. Иоанн, креститель, продолжает свое служение и описывает, каким будет грядущий Мессия. Несомненно. Учение пророка звучит смело и авторитетно. Но тот, кто идет за пророком, намного сильнее его. Крещение водой символизирует покаяние. Но крещение Духом Святым и огнем, которое дает Мессия, имеет еще большую силу. Иоанн, креститель, призывает к покаянию, и исповеданию грехов. А Мессия имеет власть судить и наказывать грех. Новый Завет, данный через Мессию, превосходит Ветхий во всех отношениях. Это излияние Духа Святого на Божий народ и ускорение истории искупления. Истина, Царство Божье близко. Спасение здесь. Живете ли вы духовно сильной жизнью, как человек, который получил Духа Святого? Если вас мало, что отличает от мира, тогда вам нужно еще раз подумать о том, приняли ли вы силу Божью. Размышления, часть вторая. Сей есть, Сын мой возлюбленный. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 по 17 стих. Иоанн Креститель крестит Иисуса, и это становится началом его публичного служения. Начался его путь на крест. Этот отрывок вместе с повествованиями из других Евангелий о благовещении и рождении Христа показывает, что Иисус есть Сын Бога Отца, зачатый Святым Духом и рожденный Девой Марией. И Божественное провозглашение, записанное в сегодняшнем отрывке, дает нам ясное понимание, кто есть Иисус из Назарета. Он есть Сын Божий, пришедший во плоти, чтобы взять на себя грехи мира. Через Него мы спасены от греха и смерти. Слава Богу! А кто для вас Иисус Христос? Мы знаем правильные христианские термины, относящиеся к Нему. Но если бы вы не знали их, то как бы объяснили, кем Он является для вас? Молитва. Отец Небесный, благодарю Тебя за Твоего Сына, моего Спасителя Иисуса Христа. слава Тебе за Твою милость и благодать. Доприму я силу через крещение Духом Святым по завету благодати и добрету Твои обетования в полной мере. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...